Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. В Кирове, 13.06. В студии Николай Голиков. И сегодняшний мой гость Евгений Дрогов. Консультант проектного офиса консультантов инициативного бюджетирования. Евгений, добрый день. Добрый день. Очень так внимательно читал должность. Потому что консультант центра консультантов, офиса консультантов забавно довольно-таки. Но я думаю, из этой должности следует, наверное, и тема нашего сегодняшнего разговора. Вообще, вот я считаю, что май, май, вот этот май, хоть он был таким и неприветливым и холодным, но прошел под таким очень теплым знаком. Очень много говорили в мае об инициативном бюджетировании. Мне что еще интересно, что это было как на федеральном уровне, так и на уровне нашего региона. Прошел большой округлый стол с участием временно исполняющего обязанности губернатора Киевской области Игоря Васильева. И вот как раз все как бы говорили, что это очень важное и нужное дело. Причем, что интересно, вот если на федеральном уровне речь шла так, что в связи с тем, что в принципе в стране довольно-таки тяжелая финансовая ситуация, развивать инициативное бюджетирование как раз самое время. Потому что оно позволяет привлечь средства населения, которых у нас очень много хранится в кубышках. А вот у нас в области было сказано так, что вопреки сложному финансовому положению мы все-таки будем развивать инициативное бюджетирование. Вот такую разницу единственное я заметил. Но в принципе и там, и там говорилось о том, что дело... Вот понимаешь, все-таки были какие-то сомнения какое-то время, да? Как-то то затихала тема, то возобновлялось, то было очень много вопросов. Сейчас вроде бы все сошлись, что это нужно. Вот как-то ты связываешь это с финансовым ситуацией или с чем-то другим может быть? Ну, когда практики существуют в проектном режиме, это требует изыскания средств из бюджета на софинансирование этих проектов. Ну, я так понимаю, что мы не говорим об этом подробно, потому что слушатели наши уже многое знают, да? Про инициативное бюджетирование? Про инициативное бюджетирование. Я думаю, что да. Проект поддержки местных инициатив, проект народный бюджет в нескольких муниципалитетах, да? То есть, когда в проектном режиме это существует и средств из бюджета на софинансирование не хватает, есть соблазн у тех, кто планирует бюджет, первым делом срезать те расходы, которые не являются обязательными, скажем так, да? То есть, ну, вот в этом году есть проект, в следующем году мы от него откажемся. Либо еще вариант такой, если вдруг появятся деньги, то мы его проведем. Если вдруг появится, да, мы его проведем, да. А так, может быть, и нет. А так, может быть, и нет. Но при этом играет, мне кажется, роль в первую очередь при таком подходе, такой бухгалтерский метод. Вот есть доходы, да, будут расходы. А все те моменты, которые связаны с самим проектом, с его сутью, то есть привлечение дополнительных средств там на каждый рубль, да, вовлечение граждан в принятие решений, снижение тех же самых ежедневенческих настроений, то есть тот лозунг, под которым, собственно говоря, у нас один из лозунгов, под которым проект поддержки местных инициатив в свое время появился в Кировской области, они как-то выносятся за скобки, вот эти моменты, они не учитываются, к сожалению. В том числе, смотри, интересно, что получается так, что за счет того же ППМ, если взять, да, решаются вопросы, очень важные для муниципалитета. Причем решаются в более таком эффективном режиме, то есть с меньшими затратами. Тут как бы экономический эффект, по идее, присутствует, и по идее-то надо бы вот хвататься за это. Вот у нас период, когда проект уже существовал достаточно, по поддержке местных инициатив, я имею в виду, достаточно долгое время, совпал с периодом тяжелой финансовой ситуации в стране вообще с бюджетами, да, и этот соблазн, он появился отказаться от проекта, но поскольку проект живой и востребованный, он силами своих участников, сторонников начал сопротивляться, причем это происходило не в этом году и не в прошлом даже. несколько лет назад. А на федеральном уровне, мне кажется, ситуация немножко иная произошла. То есть было изучение практик, и когда финансисты, в первую очередь, на уровне Минфина российского и научно-исследовательского финансового института Минфина увидели, что в первую очередь это эффективное расходование бюджетных средств плюс привлечение дополнительных средств, этот проект пошел, так сказать, на развитие. То есть им заинтересовалось федеральное правительство и появился федеральный проект, в который некоторые регионы только-только начинают вступать, а Кировская область получается, что вот такой опытный игрок на этом поле, но сомневающийся стоит, ну в какой-то момент я имею в виду. То есть игрок опытный, но бюджет довольно незначительный, чтобы это продолжать уверенно, да? Вот мне кажется, за последнее время произошло достаточно существенное изменение в понимании, что как бы ни было тяжело, есть направления, есть проекты, от которых не стоит отказываться, не нужно отказываться или там ни в коем случае не нужно отказываться. Вот эволюция этого понимания, мне кажется, произошла за последнее время, и это ведь на благо всей нашей области. Вот Евгений, как раз говоря о том, что это как бы о федеральном масштабе этих проектов, вы же недавно участвовали в большой, довольно-таки, как это назвать, в большом семинаре конференции, который в Ульяновске проходил, межрегиональный, с участием и Минфина, и НИФИ, вот этого научно-исследовательского финансового института. То есть вот какая-то общая эта картина по России вырисовалась по итогам такого совещания? К сожалению, так совпало, что мы как раз участвовали в этом семинаре в Ульяновске, в Всероссийском семинаре совещания, инициативное бюджетирование и смежные практики, как раз в то время, когда в Кирове состоялся круглый стол с участием губернатора. То есть, к сожалению, нам не удалось поучаствовать одновременно в двух мероприятиях, но участие в подобных мероприятиях Ульяновскому, оно как-то дает возможность взглянуть на себя самих со стороны, соразмерить наш опыт с другим, с других регионов опытом, ну, как-то сравнить, да, вот возможности и цели этих практик. И это достаточно бесценный, можно сказать, опыт, который невозможно получить, варясь только вот в собственном соку, только находясь на своей территории. — Ну, я так понял, что вот доклад, с которым ты выступал там, да, он вообще как бы получается, он так полностью совпадает с главной темой вот этого семинара, он чуть ли как бы не основополагающий был. — Ну, я не скажу, что он основополагающий, потому что практик очень много, они все разные. — Вот помимо тех, которые есть в Кировской области, какие-то другие еще есть? — Они везде называются по-разному и имеют нюансы, определенные отличия в каждом регионе. — Тот же, например, Вологодская область, там реализуется проект, который, по сути, является проектом поддержки местных инициатив. То есть все те же инструменты там задействованы, но он называется народный бюджет, например. — А у нас народный бюджет — это все другое, да? — А у нас народный бюджет — это практика партиципаторного бюджетирования, от английского участвовать, да, то есть когда граждане участвуют в распределении бюджетных средств. Но он у нас не называется партиципаторное бюджетирование, называется народный бюджет. — Я боюсь, что если бы он назывался партиципаторным бюджетированием, хотя бы из-за названия уже гораздо меньше, но будет участвовать. — Ну да, но народный бюджет — это название немного других проектов, которые там до этого появились тоже в других регионах. То есть вот название... — А как-то прийти к общей терминологии? Там Москва не пытается привести все регионы хотя бы для привлечения? — Как раз последние два года пройден достаточно большой путь по тому, чтобы, во-первых, осмыслить эту терминологию, во-вторых, прийти к общим каким-то положениям, знаменателям, а в-третьих, ну, чтобы и произносить это было как-то приятнее. Отсюда и появился вот этот термин «инициативное бюджетирование», то есть когда участие, да, тире «инициатива» вышло на первый план. Вот в самой терминологии, характеризующей суть этих явлений. — Во всех этих практиках главное — это инициатива. — Да, конечно. — Это все-таки первичная инициатива. — И смежные это практики, так называемые, о которых шла речь, в том числе на вот этом семинаре-совещании, они рассматриваются с точки зрения похожести вот по основным ключевым принципам. То есть участвуют жители на всех стадиях возникновения инициативы и ее реализации или не участвуют, да? То есть если, например, жители участвуют только в софинансировании, но в распределении средств, в контроле результатов и так далее не участвуют, то скорее это смежная практика, чем практика точности, попадающая в терминологию и в суть инициативного бюджетирования. Ну, например, как самообложение. — Давай мы, кстати, вот, Евгений, прервемся немножко на самообложение, потом продолжим прямо с него. — Хорошо. — Маленькая пауза, 40 секунд буквально. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Поддержка программы «Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство». Мы возвращаемся в нашу студию. Напоминаю, что у микрофона Николай Голиков, и сегодня у меня в гостях Евгений Дрогов, консультант проектного офиса, консультантов инициативного бюджетирования. Евгений, мы как раз заговорили о смежных практиках, такой термин тоже интересный, да? И в том числе вот о самообложении. Ведь оно у нас, по-моему, существует довольно-таки давно в области. — Да, оно у нас появилось в ряду тех практик, о которых мы сегодня говорим, самым первым по хронологии. И вообще, я немножко, готовясь к докладу, углубился в предысторию и понял, что в той или иной форме самообложение существует в Кировской области очень давно. — Очень это как? — Ну, там, корнями уходит в советское время. То есть, когда жители решали что-то сделать совместно, полезное для общественных целей с участием собственного рубля. Затем это приобрело форму, скажем так, работы местного самоуправления с населением, когда жители собираются на сход, на собрание и решают там скинуться по определенной сумме, чтобы направить эти деньги на уличное освещение, на ремонт забора на кладбище или еще на что-то. Но правовые основания эта практика получила с принятием федерального закона о принципах организации местного самоуправления. — Он 2003 года? — Он 2003 году был принят, но со срочкой вступления в силу. Он вступил с 1 января 2006 года в силу. И с этого времени уже... — Как бы узаконилась эта практика? — Да, эта практика узаконилась, и в этом же 2006 году появились муниципалитеты, по-моему, в 12 районах, если я сейчас не ошибаюсь, Кировской области, где уже самообложения с применением процедур, прописанных в новом законе, стали применяться. Отличие от всех других практик здесь заключается в том, что жители решения о вступлении в самообложение, проведении самообложения, принимают на референдуме. — На местных референдумах? — На местный референдум. Там предусмотрена законом еще и форма схода, но сход — это форма плебисцита в поселениях с численностью жителей менее 100 человек. В целом, когда в поселении проживают. У нас таких поселений нет. — Не осталось уже, по крайней мере. — Ну, их, может, они и были на самом начальном этапе, но в процессе объединения субъектов сельского уровня поселений, на момент, когда эта система устоялась, их уже не было. Поэтому единственная форма — это референдум. Референдум связан с целым рядом административных и финансовых издержек. — Ну, его обычно делают, совмещают с какими-либо выборами. — Да, у нас их совмещают, но это все равно целый ряд определенных процедур, гораздо более сложных и время-трудозатратных, чем проведение собраний. — И, кстати, финансовозатратных, потому что очень много же случаев, там же обязательные условия, чтобы приняло участие более половины людей, обладающих правом голоса, и из-за того, что просто часть людей не приходит. Сейчас же на выборах нет уже порога явки, поэтому многие не ходят. — То есть риск не получить искомого результата уже на самом первом этапе, то есть принятие решения, очень большой. — Помню, что в некоторых районных центрах просто даже не с первого, не со второго, а только с третьего раза признан был состоявшимся такой референдум. Даже я уж не помню, какие там были результаты. И всякий раз на него в любом случае тратились какие-то средства и административные силы. — Ну и хотя категорию муниципалитетов закон не определяет, где самоблажение может проводиться, то есть теоретически оно может проводиться везде. И в крупных городах, и в маленьких сельских поселениях самоблажение проводится чаще в сельской местности. Ну это и понятно. — Нет, ну на уровне районных центров тоже оно есть. — Ну да, ну в крупных городах вот я, честно говоря, не обнаружил. — Я просто наблюдаю, постоянно публикуют, есть такая газета у нас в Холоницке-Азоре, они постоянно публикуют, как собираются средства по самоблажению после принятия решения. И там всегда очень много нареканий, что вот такой-то микрорайон уже самообложился, скажем так, на 80%, а вот в таком-то микрорайоне это город все-таки. В таком-то микрорайоне такой-то дом там вообще еще никто ничего не заплатил. — У нас существование самообложения как практики интересно тем, что другие практики инициативного бюджетирования, ну я уже в терминах общепринятых на федеральном уровне говорю сейчас, параллельно с народным бюджетом и с ППМИ существуют, и этим интересен опыт Кировской области и другим регионам. — То есть все три практики как бы вот такие расположены у нас? — Параллельно, да. Причем у них разный реализатор на уровне областного правительства. Самобложение реализует Министерство внутренней политики, управление по работе с местным самоуправлением, проект народный бюджет Минфин, проект поддержки местных инициатив Министерство социального развития. Вот. И это тоже уникальное положение, потому что в большинстве... — Но оно вообще нормальное, вот это положение, или просто уникальное, просто интересно? — Так сложилось. — Так сложилось. Но может быть как-то это переслужить? — То есть нельзя сказать, что это как-то ненормально, да. Вот мне кажется, то, что эти практики существуют параллельно и дополняют друг друга, как раз благодаря тому, что из разных окон, да, грубо говоря, муниципалитет может получить определенную поддержку с участием жителей. То есть при участии непосредственно населения. Это же хорошо для муниципалитета, да? — Для муниципалитета, да. — То есть я... — Как говорят, ласковые теля двух маток сосет, да? — Нет, ну, тут ведь есть еще и взаимное влияние этих практик. Когда, например, жители поучаствовали, скажем там, пытались поучаствовать в проекте «Народный бюджет» с каким-то проектом, да, подготовили сметную документацию, проработали все детали проекта, но их проект не был выбран. И они уже с готовым, собственно говоря, подготовленным, продуманным проектом могут участвовать там в ППМИ. — ППМИ. — Ну, редкий регион может вот таким положением вещей похвастаться, а тут действительно есть чем похвастаться. То есть если рассматривать с точки зрения конкретного жителя, который хотел бы и дорогу, например, отремонтировать, и детскую площадку сделать там для детей, а средств в бюджете нет, и получить там на сельское поселение сегодня поддержку миллион там или полтора миллиона рублей, — Нереально. — Это вот вне практик инициативного бюджетирования, ну, практически невозможно. Вот, а ППМИ... — А там сами бюджеты-то исчисляются, дай бог, там сотнями тысяч. — Ну, да, в сравнении с другими регионами положение наших сельских поселений по уровню бюджетов, конечно, проигрывает. Тем же Пермикам, например. Вот, и, кстати, я вот на этой конференции, я как-то на другие регионы не углублялся. Оказалось, что вот те полтора рубля, которые наш регион на рубль, собранный жителями по самообложению, добавляют из бюджета областного, это стимулирует сбор самообложения, но оказалось, что Кировская область по этому показателю далеко не лидирует. Там Татарстан, Пермский край 4-5 рублей добавляют. — На каждый рубль собранный. — На рубль собранный, да. Но это подрывает основу заинтересованности инициативы граждан по участию в дальнейших каких-то процедурах. — То есть получается так, что большую часть финансирует региональный бюджет, да? — Ну, вот смотри, регион, где есть самообложение, при котором на рубль собранных средств 5 рублей дает регион. И вдруг региональный Минфин начинает интересоваться народным бюджетом или ППМИ, где не просто нужно софинансировать, но еще вовлечь граждан, провести собрание, подготовить с участием, опять же, населения проект, продумывать его детали. — Там все и смету, и все, что надо. — Да, ну, про смету я не говорю, потому что смету готовить нужно везде, если речь идет о муниципальных бюджетных средствах. Проконтролировать там, да? То есть эти жители будут, поскольку они рублю вложили, их вовлекли, они будут контролировать процесс расходования этих денег, детали этого проекта в соответствии с тем, как он был заложен там, смету, объемы и так далее, и так далее. В самообложении провели референдум, получили деньги, и дальше, в принципе, по законодательству местная администрация может население не привлекать уже. Ну, и оно не обязано это делать. — Не, ну как не привлекать? Все равно же цель-то самообложения, она оговаривается изначально. — Цель самообложения. — Куда должны быть направлены деньги? — Да, цель самообложения оговаривается, но есть тут один существенный нюанс. Например, в поселении несколько населенных пунктов. В самообложении участвует все поселение. То есть жители всех населенных пунктов участвуют рублем. А деньги депутаты администрации местной может направить по своему усмотрению куда-то в одно место, например. То есть я знаю, что в Кировской области часто встречаются на местах такая работа с муниципалитетами, с населением, когда процесс реализации самообложения на принятии решения не заканчивается и начинается не в момент привлечения агитации людей прийти и проголосовать за самообложение. А начинается до того, когда собираются жители на собрании и проговаривают. Да, вот хорошая практика, когда можно получить дополнительные средства из областного бюджета на собственные нужды. Но давайте подумаем, куда же конкретно мы их... — То есть заранее обговаривается, куда конкретно будут потрачены. — Да, то есть не администрация предлагает конкретно свое решение, а советуется с жителями. И далее советуются на собраниях, как они будут эти деньги тратить. Например, если решили на уличное освещение, то пропорционально эти средства будут делиться, предположим, среди... — Да, вот они будут пропорционально делиться среди... — Здесь два фонаря поставим, тут два фонаря поставим, а здесь только один. — Да-да-да, абсолютно правильно. То есть там, где вот эта практика существует в такой форме постоянного взаимодействия с жителями, там никакой напряженности нет, там все понимают, как и куда эти деньги тратятся. Но там, где такой привычки, что ли, нет... — Это как бы в законе-то не прописано, это как бы уже на усмотрение администрации. — Закон этого не требует. Если появляется практика другая, то стимулировать участвовать именно в ней, хотя она несет гораздо больше, скажем, пользы, средства, которые может привлечь муниципалитет гораздо больше за счет самих сумм, которые, например, устанавливаются по софинансированию максимально со стороны бюджета. Плюс возможность привлечь средства из других источников. — И спонсорских, скажем так. — Спонсорских, например. Плюс спектр возможных направлений средств. — То есть обычно это максимально совпадает с полномочиями, за редким исключением, а в некоторых регионах и выходит даже за... Ну, не в прямом смысле выходит за рамки, но направляется, например, не только на ремонт и строительство, реконструкцию, а на какие-то событийные вещи, на поддержку коллективов, каких-то конкретных мероприятий, творческих, туристических. — Неких событий туристических тех же. — Такая эвент-поддержка. То есть многообразие достаточно большое, спектр очень большой. Но мы очень подробно остановились на самообложении. — Мы начали с того, что самообложение, когда государство слишком сильно его стимулирует, что это как бы снижает интерес к другим видам. — Ну и снижает возможность достижения тех целей и задач, которые возможно достичь при реализации ППМИ, например. — То есть то, что Кировская область дает по полтора рубля на рубль, это может быть даже и немного, но может быть даже и хорошо. — Но это хорошо при наличии у нас ППМИ народного бюджета. — Понятно. Еще одна минутка паузы, мы уйдем на рекламку. Мы продолжаем нашу программу. Есть разница в том эффекте, который каждый из этих практик приносит конкретному человеку. То есть благополучателю мы немножко тут в перерывчике успели об этом поговорить. Что в принципе можно даже посчитать, да, Евгений? — Ну да, вот я, готовясь к докладу в Ульяновске, сравнил, сколько в среднем за годы реализации тех или иных наших проектов, наших, имеется в виду Кировской области, конкретный житель получает дополнительных средств на свой вложенный рубль. То есть если вот сейчас он в самообложении получает полтора рубля на рубль, то в ППМИ он получает четыре с половиной рубля за счет бюджетных средств, за счет спонсорских, местного бюджета. Более того, если в самообложении его решение заканчивается на определении, сколько и куда пойдет. — Ну, скажем так, общей цели какой-то. — Общей цели какой-то, да, на основании которой уже дальше органы местного самоуправления принимают решение. — И практически рычагов для контроля у населения здесь нет. — Если мы не обязаны его дальше спрашивать, этого жителя, то в ППМИ он, вовлекаясь и принося этот рубль, он заинтересован в конечном результате. Он будет участвовать в проработке проекта, придет и спросит, кто подрядчик, и когда он придет там выполнять работу, и будет за этим подрядчиком ходить, там помимо строительного контроля, технического надзора, который привлекается в обязательном порядке, и так далее. И еще потом за результат спросят. — И спросят результат, и будут участвовать в приемке, и еще везде заглянят в каждый уголок. — Да, и практика говорит о том, что если там детская площадка построена с участием денег населения, то никто мимо равнодушно уже не пройдет, если какой-то там вандал будет там что-то отламывать от этой детской площадки. — То есть как бы вопрос дальнейшего содержания объекта решается сам собой, да? — Конечно. Но здесь еще важно вот что, мне кажется, сказать, что одни и те же практики, мы уже сказали, что они иногда достаточно существенно разнятся в разных регионах, они ведь могут и цели разные ставить. То есть один и тот же набор целей может по приоритетам меняться в этом списке. Ну, например, в Тверской области, поскольку изначально этим проектом занимался Минфин, у них на первый план выходили цели по обучению работников, сотрудников муниципалитетов, глав муниципалитетов по проектной деятельности с момента возникновения, скажем так, проекта и до его реализации. То есть составление сметной документации, прохождение всех этих этапов. — Практически это было такое обучение финансовой грамотности. — Да. Тверская область очень на Кировскую похожа. И по территории, и по населению. — Только к Москве ближе. — И по... Вот, кстати, там только некоторые районы от этого выигрывают. Там земля дороже, да, как оказалось. А в целом, вот мы там 4 года назад участвовали в запуске проекта. Нас как более опытных консультантов приглашали полусодействовать вот этой консультантской работе там. И у меня, например, лично было ощущение, когда мы приезжали в какое-то сельское поселение, что вот я из Кировской области никуда не уезжал. Те же проблемы связаны и с наличием необустроенности той или иной, и с уровнем бюджетного обеспечения и так далее. И вот именно этот инструмент по ПМИ был использован Тверским Минфином для повышения эффективности, во-первых, расходования, во-вторых, для обучения местного самоуправления. Факт и цель там привлечения населения, они выходили, отходили на второй план. Хотя это тоже было важным условием. Но если мы вспомним историю ППМИ в Кировской области, то изначально и до сих пор участие населения, вовлечение жителей в принятие решений, в работу органов местного самоуправления, в снижение иждивенческих, патернолийских настроений. Это выходило на передний план, и это до сих пор является основополагающим. Как любят у нас говорить в Министерстве социального развития те, кто занимается проектом вот эти годы все, и тот, кто запускал проект у нас, то, что в результате реализации проекта появляются объекты местной инфраструктуры, может быть, более качественные, чем они появлялись по каким-то другим причинам, это такой побочный положительный эффект. То есть он в глазах населения, конечно, является главным и основным, но те процессы, которые происходят, сопутствуют, запускаются и начинают такую обратную связь, обратные действия уже оказывать на участников, это более важно с точки зрения развития и местного самоуправления, и взаимодействия разного уровня органов власти, и местного самоуправления. Вообще, мне кажется, взаимодействие власти местной и населения, оно за счет этого меняет свой характер. То есть это не просто там, вот я там живу, да, ты вот мой начальник, ты вот сделай мне то-то и то-то. Там вместо вот такого вот оппозиции возникает некое сотрудничество, мне кажется, это очень важно тоже. Ну и сегодня, вот на сегодня, цифры звучали на совещании в Ульяновске, 46 регионов Российской Федерации, те или иные практики в том или ином виде, которые можно отнести к инициативному бюджетированию и смежным практикам, на своей территории реализуют. И регионы, которые уже вот какой-то цикл прошли... Вот как мы, например. Ну даже вот есть регионы, где там один год только, вот та же Ульяновская область, вот они подвели итоги там 16-го года проектов, но они уже по общему такому мнению термин заражены. То есть вот люди, которые поработали в проекте, они заражены этим проектом. Может, коннотация слова заражены не очень позитивная, да, но мы же называем там любителей спорта болельщиками, да, хотя болеть вроде в первоначальном смысле не очень хорошо. Поверь, я как раз сейчас больной, поэтому мне не очень хорошо от того, что я болельщик. Ну да. Вот. То есть зараженность эта, она передается не только от одного участника к другому, но и от региона к региону, как последние годы показывают. То есть я... Это само собой, когда, скажем, жители поселения, вот у нас вот граница, да, она же условная граница между регионами, да, вот здесь живут и здесь живут. Вот здесь они взяли, в том году что-то сделали, что-то построили, радуются и празднуют, да. А мы подошли, поговорили, спросили, вроде и недорого получается, и вроде хорошо, почему же не попробовать. На этапе запуска проекта на территории всей Кировской области, когда шесть районов уже имели возможность попробовать, да, вот соседние районы... Это самое-самое начало, когда... Да, это десятый год, то есть в десятом году первые 27 проектов были реализованы, и когда опыт стал распространяться в качестве пилотного уже на территорию всей Кировской области, соседние с теми регионами, где уже люди попробовали, у них этот пример был перед глазами, то есть что нужно сделать для того, чтобы вот у нас тоже получилось. Вот я, наверное, несколько слов скажу о том, что федеральный проект, который реализуется на базе научно-исследовательского финансового института Минфина при участии Всемирного банка, первоначально предполагал вовлечение 20 регионов, первый год в прошлом году, и в 2017 году к ним должны были добавиться еще 10, но уже изначально количестве желающих регионов было больше, то есть уже было там не 20, а 23-24. И присоединилось тоже больше. И присоединилось тоже. То есть ты говоришь, что уже 47 их стоило. Да, но вот их посчитали 46 регионов. То есть, возможно, участниками федерального проекта себя считают там меньшее количество, но тем не менее в тех или иных... Ну, это зараза, если уж мы тут термин делали. Она распространяется уже вне зависимости. В той или иной мере они вовлекаются тоже в эти обсуждения, на федеральном уровне в том числе. Вот 16 регионов было в Ульяновске представлено. В основном это Приволжский федеральный округ, но не только. Другие регионы тоже были, включая Сахалин, например. Я здесь хочу все-таки вернуться к тому, с чего мы начали, когда мы говорили о том, что, к сожалению, сейчас в большинстве регионов вот эти инициативы, они реализуются именно в проектном режиме, да? То есть, они законодательно не обусловлены. Но я, насколько знаю, это вызывает такую всеобщую нервозность. Я помню, да, каждый год, когда проходит определенная стадия, все начинают спрашивать, а в следующем году будет? И возникает такая пауза, никто не знает, будет или нет. Я вообще так даже вспомнил сейчас по ходу анекдот старинный советский, да, про армянское радио, когда спросили, почему дети нервными рождаются. И там говорят, что вот в утробе матери первые три месяца они думают, будут ли их рожать вообще. Потом волнуются, будут ли у них папа там. Потом волнуются, возьмет ли их бабушка на воспитание. В итоге вот такие дети и получаются. Вот здесь вот в связи с этим таким проектным характером, да, тоже такая нервозность всякий раз возникает. То есть, люди, особенно те, которые вот, условно говоря, в этом году у них проект по каким-то причинам баллов не добрал, и они все равно хотят его реализовать, но они не знают, будет ли он в следующем. И вот насколько я знаю, все-таки вот есть у нас такой пилотный регион имени Пермский край, где даже принят закон об инициативном бюджетировании. Ну да, Пермский край пошел по пути принятия закона. То есть, они не стали пробовать в проектном режиме это осуществлять. То есть, они решили этих волнений избавиться? Я не знаю, насколько, скажем, хорошо там это или плохо. То есть, я не берусь вот с этой точки зрения оценивать, потому что и законченного цикла в Пермском крае еще нет. То есть, они в прошлом году приняли закон об инициативном бюджетировании, а в этом году они проект свой запустили. То есть, как он получится, что дальше они предпримут, какие выводы из этого сделать. Ну, то есть, тут пока рано о чем-либо говорить конкретно. То, что практика появляется и развивается в проектном режиме, наверное, это хорошо. С той точки зрения, что на любом этапе законченного цикла, когда цикл прошел, следующий этап можно подкорректировать. Внести изменения в нормативную документацию. Чаще всего это там постановление на уровне регионального правительства принимается. Что-то добавить, что-то подкорректировать, расширить, сузить и так далее. Но когда эта практика входит уже в устоявшийся режим, когда осознается всеми сторонами, вовлеченными в эту практику, всеми участниками этого процесса, необходимость ее, полезность и так далее. Опять же, с чего мы начали. Вроде бы сейчас все признали, что необходимая и полезная. То, возможно, следующий этап придания этому процессу, этим практикам силы закона регионального, это, наверное, логичное продолжение. И вот с участием консультантов проектного офиса, консультантов инициативного бюджетирования в Кировской области, общественной палате подготовлен, в Кировской области подготовлен проект закона. Разработчиками им является Николай Плюснин, Михаил Шевелев. Ну, я немножко в этом тоже поучаствовал. Ну, Николай Плюснин, Михаил Шевелев, они тоже консультанты. Да, Михаил Шевелев является руководителем нашего проектного офиса, консультантов инициативного бюджетирования. Николай Плюснин у нас юрист по образованию. И мы не скрываем, что мы взяли за основу разработку Пермского края. Уже действующий закон. Да, действующий закон, но были внесены корректировки, изменения в соответствии с той практикой, с тем положением вещей. С тем опытом, который уже наработан. С тем опытом, который существует в Кировской области. То есть учтены и практика народный бюджет, и ППМИ, и, возможно, появятся какие-то другие. И мы знаем за последние годы, что опыт ППМИ использовался. Были попытки какие-то другие конкурсы проводить. Министерство внутренней политики на протяжении двух лет, например, проводило конкурс благоустройства по процедурам, практически полностью совпадающим с ППМИ, когда 10 муниципалитетов могли получить по миллиону рублей, поучаствовав в конкурсе, на благоустройство. Там тоже софинансирование со стороны населения? Вот, честно говоря, не помню. Но процедуры инициации этих проектов, их обсуждения, разработка, они были практически идентичны. Есть проект в городе Кирове, который появился еще до ППМИ, социальных проектов, который, ну, мне кажется, это мое такое личное мнение, наблюдая за ним, он тоже немного эволюционирует под воздействием ППМИ за последние годы. То есть более четкие процедуры там появляются. Хотя он менее, конечно, масштабный. Там до 100 тысяч рублей можно получить на один проект, в отличие от миллиона. Там и проекты тоже. Ну, и проекты меньше, да. Довольно-таки местные, да. Ну, вот наличие всех этих практик, причем, в отличие от ППМИ и народного бюджета, вот эти социальные проекты в Кирове, это чисто муниципальная практика, муниципальный проект. И чем больше, наверное, их будет, тем лучше. А вот это само принятие закона, оно к чему может нас, так сказать, привести? Станет ли более надежным вот этот факт финансирования? А вот та опасность, которую, ну, скажем, или нервозность, там, вспоминая анекдот, который ты рассказал, который существует сегодня, удастся от нее отойти. То есть сегодня принимается трехлетний бюджет, да. И с учетом принятия этого закона можно будет учитывать. По крайней мере, на три года. На три года планировать эти деньги. Уверенность тогда появляется у всех сторон, которые вовлечены в этот процесс. И у муниципалитетов, и у населения. И у подрядчиков, которые из года в год... Будут уверены, что они эти деньги получат. Которые из года в год участвуют. Причем привлечение именно местных компаний, у которых низкие издержки на реализацию проектов, да. Это же стимулирует тоже и развитие и предпринимательства местного. И бюджет опять же пополняет. И опять же пополняется бюджет. То есть те налоги, которые с этих денег обратно возвращаются, тоже нельзя не учитывать. К сожалению, наше время подошло к концу. Вроде такая тема-то... А мы только начали. А мы только начали. Жень, большое спасибо. Я думаю, что мы еще об этом поговорим в другой раз. Спасибо большое. До свидания.